Доброе утро! Посмотрите, как солнечно. Кто-то уже купается в бассейне. Фонтанчик работает. Мы уже позавтракали. И сегодня у нас супер новость. Мы летим в Нью-Йорк. У Никиты будет на этих выходных день рождения, юбилей. И мы решили отметить его в Нью-Йорке. На самом деле это была моей мечтой, но мне не так повезло, как повезло Никите. Пока кудри не упали, я решила выйти и записать это видео. Мы купили, кстати, недорогие билеты, самые дешевые, без багажа. На двоих, в одну и другую сторону, вышло 11500 рублей. Это очень выгодно. И будем жить. Вы увидите, где мы будем жить. Не буду раскрывать все карты. У нас скоро будет вылет. Мы выбрали специальный дневной рейс, чтобы спокойно проснуться, делать все утренние дела, навести марафет. Запомните, какие мне красивые пудри. На самом деле они такие. Сейчас я выйду на улицу, они просто все уходят. И будут уже просто пахли. Блин, как бы я хотела встречать утро в бассейне. Тем не менее, тоже очень круто. Буду проводить свой день. Так что пожелайте нам удачи. Мы едем буквально налегке. Один бюкзачок или два. Короче, посмотрим. Чем до конца соберемся и будем уже выезжать. Я надеюсь, никакие документы, кроме паспорта, загранпаспорта не нужны, потому что я ничего с собой не взяла. У меня больше ничего нет. Не хочу тащить свою огромную папку с документами, дипломом о высшем образовании, там, второй, третий. У меня этих документов дофига. Никита, конечно, взял. Он вызывает такси прямо к дому. Сейчас самое пекло, жара. Надеюсь, мы едем в этот аэропорт. Оказывается, в Майами очень много аэропортов. Много из них частных. Там просто написано аэропорт Майами. Сначала мы вынесем мусор. Посмотрите, сколько скопилось. Вот я чистые свежие носочки держу. И вот это все наши вещи. Смотрите, это моя маленькая сумочка. Это Никитин рюкзак. Довольно-таки большой. И ноутбук берем. Еще такая маленькая настольная такая маленькая сумочка со мной. Ну что, пойдем? Вы только посмотрите, какая чудесная погода. Просто хочется жить в таком лакшери, теплом месте. Никита, на суете. Уже сумасшедший. Уже просто. О! И! Третья! Десятая! Давай! Быстрее! Две минуты! Такси подъехало! Воду! Выключили! Свет! Выключили! Я взял все документы! Я взял всю свою жизнь с собой! Ой! Да, вдруг здесь пожар. Да, ладно. Я то, я уже свыкла, что если что, мой ин-н-н сгорит. Да, что еще нужно для жизни, да, друзья? Главное, это за гранд-фаспорт. Чтобы мы могли свалить из рамушки и жить в акшери-плейсах. Вводили мою стрижку, смотрите, сегодня постригся. Да, они сегодня постригся. Меня постриг Пабло. Пабло. Пабло, да. За 35 долларов. Вот такой нерусный. Иди, ну выкинь, пожалуйста, мусор. Видишь, я взяла. А ты показывал, кому тебе мусор, да? Вот видите, вот тут выбрасывал. Да, близко не подходите. Очень неприятно пахнет. А потом Никита моет руки. Все очень гигиенично, практично. Обожаю этот вид. Это самый лучший вид, который я где-либо видела. Ну, это же просто сказка. Смотрите, жаришка, конечно. Вызываем лифт. В Америке тоже есть мусоропроводы, так что не думайте, тут тоже есть салон. Я тут была. Ну, давай открывайся скорее. Как говорится, поспешишь, людей насмешишь. Вот Никита спешил, спешил и забыл ноутбук. Поэтому я иду одна. Где наш таксист? Красная тачка. А, вот, я вижу. Вот таксист. Hello, hello. My boyfriend, he forget laptop. He will come soon. Okay? Thank you. Наш таксист. Вот. А вот наши апарты. Короче, счастливого нам пути. Смотрите, какая комфортная тачка. Обивка салона. Шикардос. С комфортом доедем сейчас до нашего аэропорта. Водитель уже открыл багажник, спросил, есть ли у нас какие-то большие сумки. Ну, в принципе, один большой рюкзак, как раз туда и поместится. Слава богу, что нет чемоданов. Он уже реально так заклебался. Путешествовать с огромными чемоданами, это ужас. В общем, у вас просто, видите, нормаленькая сумочка. Никита пришел. Вы только посмотрите, как сегодня прекрасно. Особенно бы здорово поплавать в океане. У нас будет полет. Мы заряжены. Хорошо сегодня спали. Немножко отъезжаем от нашего района и видим, что тут появляется частный сектор. Такие тоже одноэтажные виллы, дома. Выходят на залив. Вот в этой стороне как раз располагается залив. Есть похожие здания, такие простенькие, как мы до этого жили в самом Майами. А есть и реально очень красивые лакшери здания. Мне нравится наш район, где мы живем. Мне другого не надо. Пожалуйста. Не надо ничего другого. Это всеми любимый, красивейший район. Саня Айлас. Любимый русскими. Любимый русскими, да точно. Потому что американцы не особо его любят. Я обожаю. Мне тут нравится. Я хочу здесь жить, Никита. Я сегодня пошел в парикмахерскую и там было, наверное, пол салона русских парикмахерш. И, короче, один Пабло сидел. Я к нему записался онлайн. Я не знал, где здесь русский. Вот папа у меня постриг. Никита, очень красиво. Очень красиво. Да. Мне очень нравится. Очень красиво. С другой стороны покажу. С другой стороны. Молодец. Красиво очень. Очень красиво. Не зря я в такси, да? Угу. А я, как всегда, в укладке. Заметьте, локоны уже немножко упали из-за такой влажности. Вообще, моя прическа, моя укладка рассчитана на три дня. Три ночи мы будем находиться в Нью-Йорке. И мне нужно выглядеть просто фэшнебельно. Очень статно, красиво. Ведь я иду на ковровую дорожку. На ковровую дорожку. На фестиваля, дэнс. Как-то так называю. Вот я же актриса, да? Помним об этом? Вы помните об этом? В общем, я сделала такие шикарные кудри. И буду я их подвивать в течение трех дней. Вот. Помыла голову. Надеюсь, объем будет держаться. У меня такая коронная укладочка. Кстати, такси у нас вышло в 32 доллара. Добираться где-то 40 минут. И расстояние сколько километров? 35. И расстояние 35 километров. Пока ехали, Никите пришло сообщение о том, что наш рейс перенесли. Видите, как классно. У твоего партнера есть телефон с мобильным интернетом. У меня нет. Мне кажется, я вообще как просто неопознаваемый объект хожу. У меня ни Wi-Fi, ни этого интернета мобильного нет. Просто хожу. Я думаю, если я заглушусь или не дай бог потеряю Никиту, я не знаю, как мне, кто меня будет искать. Но я наизусть знаю номер Никитиного телефона. А мне принимают звонки. Я не знаю, что я буду делать, но я буду просить людей. Можно мне ваш телефон, чтобы позвонить? Я потерялась. Да, в общем, наш рейс перенесли на 24 минуты. Если у нас был 14,56, то стал 15,20. В Москве бы просто ничего даже не озвучивали. Да, короче, нам пришла смс-ка, и я очень рада. Вау, смотрите, военный камер. Какая красота. Прибыли в аэропорт. Представляете, у них входы в аэропорт подразделены по авиакомпаниям. Меня спросил, водитель у вас American Airlines. Я сказала, нет, у нас Frontier. И нас выставили возле входа номер 18. Так что входим, пожелайте нам удачи, что у нас все получится. Видите, так круто, что мы рано приехали в аэропорт. Никого не было на зону регистрации. Подошли 3 секунды, дали 2 паспорта. Все, нам сразу выдали посадочные талоны и сказали, Тайкея, это значит, что типа будьте аккуратны, будьте осторожны. Типа все будет хорошо. Вот это вот настрой. Видно, что нас заботится авиакомпания. Они как-то же, знаете, в России там, сука, плати за все, блин. У тебя 5 грамм перевесу, 1000 рублей, 2000 рублей. Да, нам ничего не сказали про наши сумки. Надеюсь, у нас этот. Там не будет никаких проблем. Тут надо платить за 10 килограммовую. 10 килограммов, которые огромные. Короче, так быстро, вот так вот в один клик, я так рада. Мне не верится после этого долгого перевета в Америку. Это был страх, капец, кошмар. Сейчас вообще просто на лайте, на позитиве. Надеюсь, у нас так будет на протяжении всего пути. Мы зашли в кафешку в аэропорту. Взяла колу, такие куриные крылышки и картошку фре. Никита мне пытался устроить панику. Thank you. Что, типа, уже опоздаем, опоздаем. Но я сказала, нифига, не портили настроение. Через час только мы идем на посадку. Так что у нас есть спокойно час времени, чтобы спокойно хорошо поесть. Какие дела? Давай, приятного аппетита попробуем. Давай. Вкусно вообще. Ой, что-то такое черное. Очень вкусно пьем. Ммм. Тонько. Ну как? Давай. Нямка. Я вижу здесь сельдерей. Смотри. Он такой жесткий. Он такой вкусный. У меня женщина, пока это. Попробуем. Ммм. Ммм. Ммм, чай вкусно. Ммм, вкусненько. Ммм, чай вкусненько. Итак, мы заплатили 33 доллара. Я заплатил 33 доллара, сейчас пойду оплачивать на кассу. Ну и счет чаевых там 5 долларов будет, наверное. Так, мы прошли таможенный досмотр. Сейчас идем на посадку. У нас гейт номер 19. Это самый последний, видите, здесь. Ну, я офигела от их досмотра. Там такая суета, такой кипиш. Они там что-то орут невнятным английским языком. Типа доставайте ноутбуки из сумок и так далее. То есть это непонятно. И когда мы были с ноутбучной сумкой, у нас, конечно, наехали, да, орали несколько раз, вытащите ноутбук, вытащите ноутбук. Но мы ничего не понимали, как-то это все непонятно говорили. В общем, у нас опять немножко нам страшно стало, что вдруг мы ничего-нибудь нарушим и никуда не полетим. Такие, короче, сперва такие говорят, что-то ничего непонятно, потом такие Я ничего не поняла, в любом случае. Постоянно что-то. Там очки, обувь сними, все снимай. Чем-то там не то. Короче, им все не нравилось. Она такая думала... Чюс. Я думала... Она потом такая поняла, что мы не поняли, что такое чюс такая... 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 О, Никита, может быть, мы сейчас попадем в зону бюти-фрит. Книжки продают, я смотрю. Товары какие-то, снеки. Все на испанском говорят. Вот это наш выход на посадку. Двенадцатый, да, у нас выход на посадку. Короче, наш вылет немножко перенесли, поэтому мы купили кофейку еще. Никита взял шоколадный маффин, а я взяла шоколадный браунни. Вот такой вот вкусненький. Очень шумно, но нам сейчас очень будет вкусно. Алиса кексы кушает не слишком близко. Вот. Она говорит, что она снимает влог только о толстом Никите, поэтому сейчас будем снимать ее и покажем, как она ест браунни, что она вообще тоже кушает вкусняшки. Никита, это божественно. Слушай, дай мне укусить. Мужикально. Скажи, мы зашли на сайт авиакомпании, да, Алис? Там написано, что эта авиакомпания вылетает вовремя в 43% случаев. Вот так. Уровень ее толерантности 43%. Не толерантности, а как? Педантности. Педантности, да? Педантичности. Педантичности 43%. Короче, это было лучшее решение взять вкусняшку. И мы, кстати, узнали, что нас в полете кормить не будут. Так жалко. Мы останемся без питания. Без лишних КГшек. Зато дешево. Да, 11600 всего-то. Ладно, все, приятного аппетита. Ой, мы наконец-то сели в самолет, загрузились. Посадка полная. Ничего не надо. Пассажиров. Мне, как всегда, как везунчику досталось место возле окошка. Никите, как самому. Я ее скупил, блядно. Она опять... Никита, как самому по крюшу посерединке. Представляете, короче, помните, у нас сказали, что всего 40%. Так вот, мы попали в эти 60%, которые опаздывают. То есть, мы улетаем сейчас, наверное, 4 часа, сейчас скоро будет. Мы только тут улетаем. На целый час. Задержался рейс, мы целый час сидели в интернетах. А что там вылет? Там вылетим где-то в 5 только. Потому что сейчас уже 4 дня. И мы прилетим еще позже не в 6, получается, а в 7 часов. Плюс еще пока доедем до центра. Это будет уже 8, короче. Что вы понимали, билеты туда обратно стоят 11, 11,200. Куда обратно? Во время этого полета нас не кормили. Здесь на борту был только Sky Bar, Fly Bar. Вот, где цены были довольно-таки дорогие. Мы ничего не взяли. Просто сидели на борту. Смотрели в окошко и даже не хотелось спать, потому что полет был в дневное время. Очень здорово, что мы сегодня очень его одели с джинсовки и штаны, и носки, и кроссовки. В аэропорту Майами было очень-очень холодно. И во время полета тоже работал кондиционер. Хотелось чем-то укрыться, согреться. Несмотря на то, что ты находишься в южной жаркой стране, в помещениях, в зданиях, в учреждениях везде работают кондиционеры тоже нужно это учитывать и одеваться тепло, чтобы, не дай бог, простыть. Вау, Никита, я такое никогда не видела. Ты понимаешь, все не воспринят? Нет. Я так помню, никогда не видела. Я так не знаю. А вот мы вышли из самолета. Аэропорт Нью-Йорка. За подвижем нам не надо. Надо только в Растром зайти и на выход. Блин, вообще круто. Вылетайте без багажа. Как классно. Это вообще классно. Я даже могу сама нести свою сумку. О-хо-хо. Сама достаточно. За время полета я так проголодалась. Сейчас иду, так вкусно пахнет сосисочкой. Ну вот у них парадокс, но у них именно в аэропорту у них она цены не дороже. Например, мы когда ели, там получается вылетали, и в Майами, ну там цены были даже, мне кажется, дешевле, чем где вот мы в туристических местах пытались поесть. Ну ты сейчас офигеешь, когда будешь в Нью-Йорке, там, во-первых, цена выше, чем где-либо. Плюс еще налог нью-йоркский и плюс еще нужно чаевые оставлять. Ну, короче, там цена будет колоссально высокая. Пошли на вкус на чаевые. Я везде ноль ставлю. А я вообще не плачу. В самом деле, если вы не оставите чаевые, что мне скажут? Потому что это медик хочет спать. Потому что это Россия. Это Россия в Америке. Ну тут, кстати, поприличный аэропорт, чем в Майами. В Майами как-то вообще стремно. Тут смотри, как Гульмейн-Дибиль, Капролин на полу. Это как сравнить Сочи и Москву. Вот где аэропорт, короче? Ну, когда мы летели над Нью-Йорком, у меня просто открылся рот. Там такая красота. Это просто невероятные виды. Когда я увидела этот Empire State Building, у меня просто челюсть отвалилась. Такая красота. Я просто в шоке. Я увидела в Нью-Йорк, я в него просто влюбилась. Там очень красиво. Еще я видела стацию Свободной, где-то тоже видела. Она такая маленькая. Она такая кроха по сравнению с этими небоскребами. Короче, такая красота. Я вот все это сняла на видео. Так что, смотрим. Секунда реклама. А внизу будет ссылка на лифт. Еще какая-то ссылка, я забыл. Skyeng. Skyeng, да. Ссылка будет на лифт и Skyeng. На лифт получите... Вот мы получим 5 баксов. Вы 5 баксов. Получите, если зарегистрировать. На Skyeng каждый получит по одному занятию. Никита учит английский, а я его подслушиваю. Тоже немножко изучаю английский. Вот. Но я, конечно, так знаю английский. А вообще, американка, знаешь. Все, снял. Снял. Молодец. Костя, хорошая девочка. А еще сагаром в крошке мы прилетели, никаких проверок, никаких багажей не надо ждать. Просто выходишь и все, сразу на выход. Круто. Никаких паспортных контролей. Нам нужен AirTrain. Смотри. AirTrain скоростной поезд для того, чтобы добраться до метро, а далее на метро добраться до центра Нью-Йорка. Домой ходит. А вот автомат для скоростного поезда. Чтобы купить билеты на скоростной поезд. Заходим в поезд, пишем, находим станцию, которая нам не уходила. Представляете, два взрослых билета до Нью-Йорка стоят 30 долларов. Офигеть. Никита, давай, справься с Нью-Йоркским автоматом. Нам подошла девушка, помощница, сотрудница и все помогла сделать. Чуть дешевле, чем на самолете. машина. Вот наши билетики. 30 долларов. Я читала, что это на самом деле дороговато, потому что такси 60 долларов. Но у нас выхода нет. Что ты там вычитал? Ничего. После покупки билета вы перемещаетесь в вот такой зал, где по левую и по правую сторону ходят шаттлы. Тут за стен как раз таки приходит шаттл и отвезет вас в терминал или железнодорожную станцию. Вот мы ждем поезд. Алиса читала, сколько они? 30 долларов? Сколько ты читала? 30 долларов. А, читала в интернете, что 15 или 10? 7! Я считала, что 7 долларов в интернете стоит билет на этот скоростной поезд. Может быть, на обычный стоит все? На скоростной прям так писали. Подъехал наш поезд. Заходим. Берем наши билетики, которые я чуть не потеряла только что. И едем до железнодорожной станции. А вот и наша станция. Это конечная. Надо выходить. А вот и Airtrain. Так, мы уже спустились вниз на ожидание пути. Мы пришли в зал ожидания. Ждем наш поезд. Не можем понять, он уже сейчас приедет или уже приехал. Хорошо, не можем додуматься. Сейчас посмотрим, куда едет этот поезд. Ну-ка, подожди. Вот такие вот вагончики. Да, Никит? Да, места мало. Места очень мало. Еле нашли место. Это какая-то московская электричка, представляете? Да нет, электричка за него вообще круто. Короче, не знаю, сколько ехать, все на пау. Мы приехали в Нью-Йорк, сейчас пойдем в Subway. Subway. Это метро. Мы идем в метро. Мы приехали, ехали, наверное, несколько, сколько, 20 минут, 30. 30, 30. Тут лестница, Алис, это не элеватор. Да, тут лестница, обратите внимание. Еще одни автоматы по покупке билетов. Нам нужно сейчас доехать до самого центра Нью-Йорка до Манхэттена. Сейчас мы будем выбирать наш путь, наш маршрут. Оплачиваем наличкой, только автомат не хочет ее принимать. Одна поездка, единичная, в одну сторону для одного человека стоит 3 доллара. Вот такой билет мы получаем. Нужно проехать всего 3 остановки. Ну я хрен пойми, куда сесть. Мы ждем поезда. Просто ни одной карты нахуй, ни одной суперкарты здесь нет. Надеюсь, мы едем на правильном пути. где-то снять. Хочешь, чтобы люди все попали во влок? Итак, мы вышли из метро и погружаемся на Манхэттен. На Нью-Йорк. Вау! Смотрите! Это круто! Куда в Италии? Тут так красиво. Почти на маленькую улицу. Причай, Нью-Йорк! Нас! Тра-та-та! Ух, смотри! Какая херня! Это же Барамау! Шли-шли и дошли до нашего лотерия-хостела. Да, по-моему, сюда. Заходим. Короче, у нас номер находится на 10-ом этаже. Мы зачеклились. Зачекинились. Зачекинились. Мы разделились. Заселились. Оказывается, на меня уже все оформлено бронирование. После вон-вон-лифт. Бронирование было полностью на месте. Мы заполнили все документы. Нас перепугались, спросили, вы вакцинированы? У вас есть сертификат вакцинации? Мы чуть с ума не сошли. Мы думали, неужели мы сегодня будем как бомжи спать на улице еще какой-то сертификат вакцинации? Ну нет, все, окей. Короче, дали нам от Wi-Fi все пароли, дали ключ. Вот. Номер комнаты 1046 на каждого ключ. И если мы идем мыться, то нужно идти в 10-10. Это может быть общая ванная и туалет. Значит, 1046 это мы не сюда идем. Идем по мысу. В смысле, только в 10-10 можно помыться будет? Или в 10-10 это комната, в которой можно... Это комната, где мы можем помыться. Да, не в дом. Давай поиски. Это вам не Майами, то Нью-Йорк. Хороший Нью-Йорк. Будете жить в тюляшке. Тюляшка для бомжашки. Это женский туалет. Это женский туалет. Нью-Йорк. Нам туда. Можете, чтобы он был везен. Мы уже рядом. Мы уже рядом. Так. Наш номер. Да тут даже особо рунтуриться не надо. Итак, заходим. Справа мы видим шкаф. Здесь можно развесить вещи, сейф, какие-то ценные вещи. Вот, тут у нас все пространство, комнаты, даже есть стульчик. Ой, что-то со светом стало, да? Так, это получается, о, видите, верхняя кровать. Я буду тут спать. Никита будет спать внизу. Окошко закрыто. Совсем непонятно, что там находится. Вот это наша нью-йоркская квартира. Маленькая комнатушка, но зато она Манхэттене, извините. Что ты хотел сказать? Можете жить в жопе мира, но каждый день ездить сюда по полчаса. Да. Если вы на три дня, лучше так, потому что я считаю, что это вообще супер. Тут даже окно есть, еб ты, тут есть окно, вы что? Ну зато какие виды, там были варианты без окна, это вообще жопа. Ну зато какие виды, как только ты выходишь из этого издания, вообще красота. Никита подключил кондиционер и кажется, он шумит похлеще, чем в трейлере. Помните, в трейлере шумел? Так он не шумел. Да, вот это тут как будто мы взлетаем. Целая турбина крокета. Целая турбина самолета. Подожди, он потише сделан, но подожди. где Нью-Йорке, мы короче все выпили, у Алиса просто не может, она вот присосалась к галлону воды и хочет все выпить. После такого эпичного заселения, мы конечно сразу выйдем на Манхэттен, чтобы увидеть этот город, эту энергетику просисывать сразу же. Мы были такие голодные и зашли в супермаркет возле нашего дома, купили такие пирожки с яблочками, кефир ягодные. Смотрите, а, с манго, не взял с манго. Там был абрикосов, но я взял с манго. Кстати, этот кефир делает русская баба какая-то, которая бизнес устроила. Вот, и это соседки для хайфа макияжа. Короче, мы очень устали это вообще. Целый день потратить на путь, на дорогу, конечно, требует много энергии, но всегда закладывайте один день до вашего отдыха на дорогу и один день после вашего отдыха на дорогу. И готовьте себя, потому что это будет очень утомительно долго. удастся. И что давай есть? Давай есть. Алиса ест булочку, мы такие сидим, думаем, какой-то парк с водой. Там крыса, там вообще там. Крыса самое главное. Сейчас вот в влоге вообще всех крыс снимем. А это, короче, памятник Христофору Колумбу. Мы даже не увидели, что это памятник Христофору Колумбу. Ее не видно, кстати? Ну, подойди, поднимай. Как это даже так тебе будет? Не видно, он же наверху. Завтра снимем его. Хорошее, что-то такая движуха. Шум, машины всякие, лезет, много огней. Мне так холодно. А самое главное, кто здесь был? Крыса Колумбу. Нет, за крысу ты увидела? Это самое большое впечатление было. Мне так холодно, просто Майами я вкручила. Все, давай, включаем. Крыса 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 Крыса